В палате Тухокс встал по стойке смирно и отдал честь главнокомандующему. Верховный главнокомандующий стоял за ламбертным столом, а в глубине палатки Тухокс увидел человека, который удобно устроился на стуле — Раске. Немец ухмыльнулся и приветствовал его взмахом руки. Мой старый друг и враг — краснокожий Тухокс. Главнокомандующий объяснил присутствие здесь Раске. Большой совет Перкунии выбрал нового короля, и первым его действием был указ об аресте Раске. Немца обвинили в убийстве наследника трона. Раске бежал. На новой двухмоторной машине он пролетел в Северное море и совершил посадку на восточном берегу Северной Бладландии. Он явился к военному начальству и попросил убежище. «Я не знаю, что с ним сделать — застрелить или выслушать», — сказал главнокомандующий. Как заложник он не представляет из себя никакой ценности, а использовать его технологические знания слишком поздно. Раске сказал, «Если я достану бензин, мы с Тухоксом сможем отправиться в Ирландию. Бладландия нужна им». «В Ирландии тоже нет бензина», — ответил Тухокс. «Что мы сможем там сделать?» «Я хочу рассказать вам, что перкунцы держат в тайне. В ближайший год они не планируют никакого вторжения в Ирландию. Перкунья истощена, и у нее не хватает ни материалов, ни людей для новой кампании. Конечно, перкунья блефует и требует капитуляции бладландских военных сил, находящихся в Ирландии. Но если вы откажетесь, если вы продержитесь, у вас будет примерно еще год времени, чтобы подготовиться к последнему сражению. За это время вы сможете обеспечиться бензином, маслом и боеприпасами. А я установлю контакт с Икванью. При таких обстоятельствах они дадут нам то, что нужно Ирландии. Если мы с Тухоксом дадим Икване всю информацию, которая нужна им для постройки военно-воздушного флота, они помогут Бладландии». Главнокомандующий взглянул на Тухокса. «Можем ли мы ему верить?» «Да, верить ему можно. Я не сомневаюсь в том, что он установит связь с Икванью. Но то, что они снабдят нас оружием и боеприпасами – это чушь. Даже если они рискнут сделать это и прибудут в Ирландию с крейсерами и грузовыми судами, это не принесет никакого успеха. Зато перкунские военно-воздушные силы будут обеспечены. Нет, от Иквани нельзя ожидать никакой помощи». «Пожалуй, это так», – сказал Пенита. Он повернулся к Раске. «Вас отведут в Арестанскую. А я тем временем подумаю, что с вами делать». По его знаку появились два жандарма и увели немца. Когда эти трое проходили мимо, Тухокс сказал. «Вам не повезло, друг мой. Некоторое время вы были великим человеком. Более великим, чем были и могли быть на нашей старой земле. Будьте этим довольны». Раске снова ухмыльнулся. «Краснокожий, я еще не мертв. Позже мы еще увидимся, если вы останетесь в живых». Тухокс посмотрел ему вслед и подумал, что в словах Раске прозвучало что-то большее, чем просто юмор висельника или хвастовство. Предстоящий бой мог легко стать для Тухокса последним. Он вынужден был принять в нем участие. На следующий день бои разгорелись вокруг укрепленных позиций бадланцев. Тухокса четырежды легко ранило пулями и осколками гранат. Во время рукопашной он получил колотую штыковую рану. Наступил вечер, а с ним и отступление на запад. Главнокомандующий был уверен, что главный удар противника будет направлен на запад, чтобы не дать противнику восстановить свои силы. «Мы можем идти в горы или пустынную местность и вести партизанскую борьбу», – размышлял Тухокс. «Если мы не умрем с голоду или не замерзнем зимой, то все равно рано или поздно попадем в плен. Единственное спасение – только берег и корабль в Ирландию. К дьяволу! Мы ничего не должны этим людям. Это не наша борьба. Это ни в коем случае не мой мир. Я отправлюсь в Хивику, как только удастся». На следующий день они прибыли в Левсвик, находящийся на северном берегу Ирландского моря. Город был загружен беженцами, и все они хотели отправиться в Ирландию. В порту стояли четыре больших парохода и множество рыбачьих суденышек. Но из-за массы людей у Тухокса было мало надежды попасть на борт одного из этих пароходов. Но едва он появился в порту, как услыхал свое имя и увидел Хэмфри Джилберта, который рассекал поток людей своим необъятным телом. «Тухокс, мой попутчик, какое счастье! Я искал вас и надеялся, что вы придете. Я возьму вас в свою кают-люкс». «Ага, ну вам придется спать на полу». «И надо спешить, корабль отправляется через тридцать минут. Я уже потерял всякую надежду». «Вы не видели Эльмику Хускарли?» – спросил Тухокс. «Не видел ли я ее?» – толстяк в возбуждении бегал взад и вперед. «Она в моей каюте люкс. Она, как и я, разыскивала вас. Влюбленные соединятся, они будут счастливы, и это все». Тухокс был слишком обрадован и возбужден, чтобы ответить. Он воспринимал только половину потока своего Джилберта. В море их остановила цепь постовых, и офицер тщательно проверил их бумаги, прежде чем пропустить дальше. Если бы офицер не пропустил их, Квазинт бросил бы его в воду. Тем временем Тухокс попытался бы пробиться на корабль, чтобы найти Эльмику. Но, конечно же, это было бы глупо. На трапе было полно солдат, которые тут же бы его застрелили. И все же его восторг был не так велик, чтобы не заметить хорошо знакомую фигуру на носовой части судна. Тухокс остановился, присмотрелся внимательнее и покачал головой. Этого не могло быть. Но не ошибся. Высокий, светловолосый, с внешностью жениха перед свадьбой, Раскай улыбался ему сверху. Немец помахал рукой, повернулся и скрылся в толпе. Тухокс удивился, как же Раскай освободился из-под ареста и попал на борт парохода для элиты беженцев. Если Раскай был достаточно быстр и умен, чтобы оказаться на свободе, он мог использовать ее для того, чтобы найти Тухокса. Но единственное, чего теперь хотелось Тухоксу, это сжимать Эльмику в своих объятиях. Это он и сделал. Конечно, не только из романтических побуждений. Кроме Джилберта и Квазинда в каюте было еще пять человек. Корабль отплыл, набрал максимальную скорость и взял курс к берегам Ирландии. Но даже теперь никто не мог быть уверенным, что судно благополучно прибудет в Дублин. Каждое мгновение могли появиться перкунские самолеты и дирижавли и забросать бомбами переполненные людьми пароход. Чуть позже на море лег туман, и беженцы оказались в относительной безопасности. Корабль вошел в бухту, на берегу которой находился Дублин, и пришвартовался. Пассажиры под пронизывающим дождем сошли на берег. Джилберт повел Эльмику, Тухокса и Квазинда к дому одного из своих друзей. Там они впервые узнали о разразившейся эпидемии. 30 лет назад война уже приносила с собой чуму и холеру. И вот теперь, валяющиеся повсюду трупы непогребенных мертвецов, ослабляющие людей голод и убийственно холодная зима, отсутствие санитарии и миллионы распадившихся крыс снова породили черную смерть. Обычно красное лицо Джилберта помелело, и он больше не улыбался. Мои родители и три сестры умерли в прошлую эпидемию. Тетя отвезла меня в Ирландию, чтобы уберечь эту эпидемию, но зараза оказалась быстрее, чем мы, и тетя тоже умерла. Боже, помоги человечеству! Но теперь нам предстоит такой танец смерти, какой в Перкунии видели только в кошмарах. Эпидемия не пощадит ее. Я отважаюсь предсказать, что в ближайшие два года вымрет половина человечества. «Если бы вы послушали меня», — начал Тухокс, затем он замолчал, пожал плечами и сказал, «Мы останемся здесь и умрем». Джилберт ожил. «Нет. Один из моих кораблей стоит в гавани. Это последний. Он загружен провиантом и, насколько я знаю, готов к отплытию. Мы еще сегодня вечером отвеем в Хивику. Будем надеяться, что доберемся к острову, прежде чем он там узнает об эпидемии, иначе нам никогда не позволят высадиться там на берег». Тухокс понял, о чем подумал Джилберт. «Да, будем надеяться», — сказал он. «Но я не питаю особого доверия к этим историям свеберных священников-колдунов». «Почему бы и нет?» — спросил Джилберт. «И действительно», — подумал Тухокс. «Почему бы и нет?» Проходили дни, и единственное, что видели пассажиры — холодный и сырой океан. Оптимизм Тухокса постепенно угас. Даже если в этой горе на побережье действительно существуют врата, они наверняка закрыты. Ковдуны говорили, что врата открываются раз в 50 лет или что-то около этого. И всего на несколько минут. Последний раз, по их словам, это произошло лет 30 назад. Другая проблема — как добраться к этим вратам? Пещера была священным местом острова. Кроме священников-колдунов и, может быть, нескольких высших сановников, никто не имел права туда входить. Сама гора возвышается недалеко от берега, но окружена высокой стеной и тщательно охраняется. И все же путешествие для Тухокса было не таким уж и неприятным. Для них с Эльмикой это был медовый месяц. Но трудно передать, что он чувствовал, когда пароход пересек ту невидимую линию, за которой на его родине начинался американский континент. Он ожидал чуть ли не сотрясения корабля и готов был услышать шорох и царапание под килем. Но Хвейлгот спокойно скользил дальше, в то время как где-то глубоко под его днищем был штат Нью-Йорк. Тухокс представлял затонувший метрополис с небоскребами и человеческими костями на улицах. А над всем этим плавают рыбы. Конечно, это была чистая фантазия. В этой мере Америку еще не видел ни один человек. Она находилась в двух тысячах метрах под поверхностью моря, в темноте и холоде, покрытая толстым слоем ила и отложений. Днем позже Тухокс рассчитывал, что они проплывали то место, где на его родной земле находился Канзас, капитан увидел ниточку дыма и строп другого корабля. Тухокс взял у Джилберта бинокль и осмотрел морской горизонт. Там, далеко на горизонте, плыло темное облако. Понаблюдав за ним некоторое время, он приказал капитану увеличить скорость. Объяснив, что хоть это может быть и мирный торговый корабль из Южной Африки, лучше все же избежать с ним встречи. К вечеру незнакомый корабль приблизился, и его можно было видеть уже без бинокля. Капитан сказал, что скорость этого корабля слишком высока для обычного грузового судна. Это мог быть только военный корабль. На следующий день расстояние между кораблями сократилось до одной мили. Белый корпус преследователей сверкал в очах яркого солнца, и капитан определил, что это арабский крейсер. Пришла ночь, крейсер приблизился еще на пол мили, и держал хвел год в конусе яркого света от носового прожектора. Капитан отказался от бесполезных маневров и только развил полную скорость. До тех пор, пока и кванцы не взорвут над его головой хоть одну гранату, и не потребует остановиться, он больше ничего не мог сделать. В середине ночи заштормило, о чем капитан молил в течение 36 часов, и с запада надвинулась темная стена. С ней пришел ветер, а с ним волны. Через две минуты на корабль обрушились потоки воды. Корабль погасил позиционные огни и круто повернул на юг. Когда на следующее утро взошло солнце, океан был чист. Капитан снизил скорость, так как машины слишком долго работали с полной нагрузкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...